Добрый день, уважаемые господа учащиеся! Сегодня мы с вами продолжаем изучение раздела общевоинских усталов вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан. И тема сегодняшнего урока – военнослужащие и взаимоотношения между ними. Цель урока – охарактеризовать особенности взаимоотношения между военнослужащими, объяснить формы правил воинской вежливости и поведения военнослужащих. Критерии оценивания для данного урока. К концу урока вы узнаете принцип единоначалия, порядок подчинения, как определяется старшинство, приказ и его формы, порядок выполнения приказа, правила воинской вежливости и поведения военнослужащих, порядок обращения военнослужащих друг к другу. К концу урока вы научитесь определять командиров, начальников и подчиненных по служебному положению или воинскому званию. Отдавать и выполнять приказы, правильно обращаться к военнослужащим. И первый наш учебный вопрос. Начальники и подчиненные, старшие и младшие, их права и обязанности. Основной принцип строительства вооруженных сил, руководства ими и взаимоотношений между военнослужащими – это единоначалие. Оно заключается в наделении командира начальника определенными правами по отношению к подчиненным и возложении на него персональной ответственности перед государством за все стороны жизни и деятельности воинской части, подразделения и каждого военнослужащего. Командир имеет право единолично принимать решения, отдавать соответствующие приказы в строгом соответствии с требованиями законодательства, общевоинских уставов и обеспечивать их выполнение, исходя из всесторонней оценки обстановки. Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или другое неисполнение приказа влечет в установленную законами Республики Казахстан ответственность. Подчиненность в вооруженных силах определяется служебным положением или воинским званием. По своему служебному положению и воинскому званию военнослужащие могут быть начальниками и подчиненными. Начальниками по служебному положению являются президент Республики Казахстан, верховно-главнокомандующий вооруженными силами Республики Казахстан, руководители вооруженных сил других войск и воинских формирований числа гражданского персонала, военнослужащие осуществляют руководство подчиненными в соответствии с служебными положениями по занимаемой штатной должности, начальниками по воинскому званию являются следующие военнослужащие, не связанные порядком подчиненности по службе, генералы армии для всех военнослужащих, генерал-полковники, адмиралы для всех старших и младших офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы, генерал-майоры, контр-адмиралы, полковники, капитаны первого ранга для всех младших офицеров, сержантов, старшин, солдат, матросов. Офицеры для сержантов, старшин, солдат, матросов. Сержанты-старшины для солдат и матросов одной с ними воинской части. Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и обязан осуществлять контроль их исполнения. Он должен быть примером тактичности и выдержанности для подчиненных. За действия, унижающие человеческое достоинство подчиненного, начальник несет ответственность. Командир является начальником для подчиненных. Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника. Начальники, которым военнослужащие подчинены по службе хотя бы и временно, являются прямыми начальниками. Ближайший к подчиненному прямой начальник называется непосредственным начальником. Военнослужащие, которые по своему служебному положению не являются по отношению к другим военнослужащим, их начальниками или подчиненными, могут быть старшими и младшими. Старшинство определяется воинскими званиями военнослужащих. Старшие по воинскому званию в случае нарушения младшими воинской дисциплины, общественного порядка, правил поведения, ношение военной формы одежды и выполнение воинского приветствия должны требовать от них устранения этих нарушений. Младшие по званию обязаны беспрекословно выполнять эти требования старших. Переходим ко второму учебному вопросу. Приказы, порядок его отдачи и выполнения. Приказ – это требование командира начальника о выполнении или прекращении каких-либо действий по службе. Он может быть отдан письменно, устно или техническим средствами связи одному, группе военнослужащих или воинской части. Письменный приказ является основным распорядительным служебным документом, правовым актом военного управления, издаваемых на правах единоначалия командирами воинских частей. Правом отдачи письменных приказов пользуются командиры, начальники от командира воинской части и выше. Устные приказы отдаются всеми командирами-начальниками. Распоряжение – это форма доведения задач до подчиненных. Приказание – это форма доведения задач до подчиненных по частным вопросам. Распоряжение и приказание доводится от имени командира воинской части, начальником штаба части или от имени начальника гарнизона, начальником штаба гарнизона устно, а также может содержаться в письменных документах. Указание – это форма разъяснения порядка действий при выполнении приказа в приказании и распоряжении. Командир перед отдачей приказа обязан всесторонне оценить обстановку и принять меры по обеспечению его выполнения. В последующем командир обязан осуществлять контроль за исполнением приказа. Приказ должен быть сформулирован кратко и ясно, не допускать двоякого толкования. Не допускается отдавать приказы, приказания и распоряжения, не имеющие отношения к исполнению обязанностей воинской службы или направленные на нарушение законодательства Республики Казахстан. Приказы отдаются в порядке подчиненности. При необходимости старший начальник может отдать приказ подчиненному, минуя его непосредственного начальника. В таком случае подчиненный должен доложить об этом своему непосредственному начальнику, который обязан проконтролировать порядок выполнения требований старшего начальника при необходимости оказать помощь подчиненному в выполнении приказа. Приказ командира должен быть выполнен беспрекословно, точно и в срок. Военнослужащий, получив приказ, отвечает «Есть!» и затем выполняет его. По выполнению полученного приказа военнослужащий обязан доложить начальнику, отдавшему приказ и своему непосредственному начальнику. Переходим с вами к изучению третьего вопроса данного занятия. Правила воинской вежливости и поведения военнослужащих. Военнослужащие должны служить примером высокой культуры скромности и выдержанности, защищать свое достоинство и уважать достоинства других. Они должны соблюдать вежливость по отношению к гражданскому населению, проявлять особое внимание к пожилым, людям с ограниченными возможностями, женщинам и детям, способствовать защите, чести и достоинства граждан, оказывать помощь при несчастных случаях, пожарах и чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. Обращение к начальникам и старшим. Обращаясь по службе к подчиненным и младшим, имеющим воинское звание офицерского или сержантского состава, а также солдатского, матросского состава, называют их по воинскому званию и фамилии или только по воинскому званию. Например, полковник Алиев или просто полковник, сержант Калиева или просто сержант, рядовой Амаров или просто только используя воинское звание. Рядовой. Подчиненные и младшие, обращаясь по службе к начальникам и старшим, называют их по воинскому званию с добавлением слова «господин», «госпожа». Например, господин сержант первого класса. Военнослужащие при обращении к ним начальника или старшего, за исключением больных, принимают строевую стойку и представляются, называют свою должность, воинское звание и фамилию. При рукопожатии старший подает руку первым. Если старший, без перчаток, младший перед рукопожатием снимает перчатку с правой руки. Военнослужащие без головного убора сопровождают рукопожатие легким наклоном головы. Вне строя военнослужащие могут обращаться друг к другу не только по воинскому званию, но и по имени и отчеству. Искажение воинских званий, употребление нецензурных слов, кличек и прозвищ, грубость и фамильярное обращение несовместимы с понятием воинской чести и достоинством военнослужащих. Вне строя, отдавая или получая приказ, военнослужащие обязаны принять строевую стойку, а при надетом головном уборе отдающий приказ прикладывает к нему руку. Докладывая или принимая доклад, военнослужащие опускает руку от головного убора по окончании доклада. Если перед докладом подавалась команда смирно, то докладывающий по команде начальника вольно повторяет ее и опускает руку от головного убора. При обращении друг к другу военнослужащего, присутствии командира начальника или старшего, у него необходимо спросить на это разрешение. Например, господин полковник, разрешите обратиться к майору Ахматулину. Правила воинской вежливости, поведения и выполнения воинского приветствия обязательны также для граждан, пребывающих в запасе или находящихся в отставке. При ношении ими военной формы одежды, они должны соблюдать установленные правила ее ношения. На этом наше занятие заканчивается. Прошу ответить на вопросы и выполнить задание согласно плана данного урока. На этом урок наш закончен. Всем большое спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...